Всем привет! Сегодня я покажу, что можно сделать из обыкновенного высохшего канцелярского маркера. В одной из стенок корпуса прорезаю окошко. Через него удаляю пишущий стержень. В задней стенке сверлю отверстие диаметром 3 мм. В получившееся отверстие продеваю провод и завязываю узел, для того, чтобы этот провод нельзя было вытащить. С обратной стороны провода припаиваю крокодил. Следующее, что потребуется, отрезок макетной платы. Отрезаю его с помощью ножниц по металлу. Края полученного отрезка выравниваю с помощью напильника. Мелкозернистой наждачной бумагой прохожусь по монтажным пятачкам, для того, чтобы удалить окислы и загрязнения. Теперь произвожу электрический монтаж. Для того, чтобы светодиоды располагались на одинаковом уровне, использую вот такую вот подкладку. Для полученного устройства изготавливаю лицевую панель, сверлю отверстия под светодиоды и отверстия под крепежные винты. С помощью сверла большего диаметра снимаю фаски и выделяю текст с помощью автомобильной краски. Лишнюю краску удаляю с помощью салфетки, пропитанной бензином галоша. Продеваю провод от печатной платы в отверстие, где был пишущий узел и к концу припаиваю вот такой элемент латунный. Наконечник вкручиваю в корпус. Также припаиваю и провод, идущий от крокодила. На светодиоды устанавливаю лицевую панель. Держится она довольно крепко, но тем не менее для дополнительной фиксации я нанесу пару капель суперклея. В прорезанное окошко устанавливаю само устройство. В результате получился светодиодный вольтметр. Простейший вольтметр. К основным преимуществам можно отнести компактность, простоту изготовления и отсутствие источника питания, что делает этот маркер, можно сказать, вечным прибором. Устройство отлично зарекомендовало себя и как автономный измерительный прибор, и как дополнение к привычному мультиметру. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку на посран. Пока.